В копилке Евгения Рылова золотые медали на чемпионатах мира Европы, а вот на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, первый в карьере, он смог взять лишь бронзу. В этот раз фаворитом его откровенно не считали на квалификации. Евгений смог показать только пятый результат. Его однокомандник Климент Колесников стал вторым, а первым трехкратный олимпийский чемпион, американец Райан Мерфи. Американцы всегда встречались с отличными выступлениями практически на всех дистанциях, поэтому то, что они выигрывали, я не помню, с прошлого года подряд на стол на спине, это достойный показатель, так сказать, что год всегда отличные результаты и всегда отличная конкуренция. Свои амбиции на победу Рылов и Колесников проявили уже в начале заплыва и после прохождения половины дистанции удерживали лидирующие позиции. И сколько ни пытался Мерфи настичь российских пловцов, ему это не удалось. Уже позже Евгений признался, он был не в курсе того, что россияне стали олимпийскими чемпионами в плавании впервые за 25 лет. Приятное удивление, конечно. От такой точной информации я точно не знаю, потому что я так глубоко в стоиме не лазил. В принципе, это вызывает радостей, поэтому будем, конечно, продолжать работать. Следующий заплыв, в котором примет участие Евгений Рылов, 200 метров на спине. Он состоится уже завтра, 28 июля. Эта дистанция считается коронной для Евгения. Именно на ней он дважды становился чемпионом мира в 2017 и 2019 годах. А мы будем болеть за земляка. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok